И так, друзья, зачистки продолжаются, чистки и зачистки во всех сферах нашей власти. И я думаю, сейчас, ноябрь, это будет ого-го, какой месяц, октябрь, ноябрь, это то самое, когда духи выходят из-под контроля и движутся, движутся в разных направлениях. Это время духов. Хэллоуин не просто так существует. На эту тему мы с вами поговорим на канале Суфи Флют. Заходите, смотрите, о тыкве я вам расскажу на другом канале. Баба Яга по ягоды пошла. Тыква – это символ Хэллоуина. И почему это такой символ, мы с вами тоже поговорим. Итак, смотрите, такие вот мистические разные новости на таких каналах, как Суфи Флют и Баба Яга по ягоды пошла. А сегодня я вам расскажу о том, что говорят в окружении Рамзана Кадырова, которого в конце сентября пытались якобы отравить. И министр здравоохранения Чечни сообщил о том, что у Рамзана недомогание. Но Рамзан не появлялся с конца сентября нигде на публике. И даже на важнейших совещаниях, где присутствовали главы всего Кавказа. Он там не появился. И вот «Новая газета» сегодня сообщает о чистке окружения Кадырова. Был ли заговор или нет? Было же все-таки что-то конспирологическое или не было против Рамзана Кадырова? Ведь люди из его окружения стали зачем-то клясться публично о том, что они верны Рамзану Кадырову. Новая газета со ссылкой на многочисленные источники написала о начавшейся в Чечне в августе первой в своем роде масштабной зачистке правящей в республике элите. По информации газеты, чистку спровоцировала попавшее распоряжение главы республики Рамзана Кадырова прослушка разговоров экс-мэра второго города Чечни Аргуна Ибрагима Тимирбаева с высокопоставленными собеседниками. В начале августа Кадыров снял Тимирбаева с доходного поста мэра Аргуна, дав малозначущую должность своего советника, пишет новое. Мэром Аргуна был назначен 28-летний родственник главы Чечни Хас Магомед Кадыров. Через три дня Тимирбаева арестовали. Советником Кадырова он стать не успел. За эти три дня, по данным газеты, Тимирбаев переговорил с десятками высокопоставленных чеченцев. В разговорах они якобы проявили неуважение к правящей семье, а сам Тимирбаев говорил, что служит и будет служить России, а не этим придуркам. По сведениям новой, после этого под репрессией попали родственники и выдвиженцы Тимирбаева. Помимо прочих, задержанный министр по ЧС Чечни Руслан Яхьяев, экс-депутат республиканского парламента Шамиль Магомаев, министр лесного хозяйства Дик Магомед Мулаев, вице-премьер Чечни друг Ахмата Кадырова Халид Вайханов, первый замминистра внутренних дел по Чечне Апти Алаудинов. Побывал в подвалах якобы даже свояк Рамзана Кадырова, начальник республиканского ГИБДД Шамхан Денилханов. Но за него, по данным газеты, заступилась лично супруга Кадырова. У задержанных под пытками получают информацию о нелегальных бизнесах, описывают, отбирают практически все имущество. Тех, кого выпускают, обязывают заплатить в фонд имени Ахмата Кадырова многомиллионные пожертвования, пишет газета «Новая». Под угрозой потери работы оказываются все родственники задержанных, а это целые кланы, друзья. Это же не просто так. Ну, в Чечне тейповые связи, иначе Чечня не живет. Никаких комментариев по поводу публикации власти Чечни не дают. Источник утечки прослушки неизвестен, но газета «Новая» считает, что это не низовая утечка из ФСБ по республике. Кадыров в день публикации был в составе делегации президента Владимира Путина в Саудовской Аравии. Тимирбаев и его клан долгие годы был во внутренней оппозиции Кадырову, утверждает газета во время борьбы за пост президента Чечни между Рамзаном Кадыровым и Аллу Алхановым в 2006 году. Тимирбаев поддержал именно Алханова. За Тимирбаева лично перед Кадыровым якобы пытался заступиться полпред Южного федерального округа Александр Матовников, но попытка не удалась. Аптей Аллаудинов, по данным «Новой газеты», дал легкий подзатыльник портрету Рамзана Кадырова. Сам он на камеру опроверг свое задержание, но новое называет видео неубедительным. Уважаемые друзья, сегодня 8 октября 2019 года. Как вы видите, я жив, здоров, никем не убит, не посажен, не расстрелян. Хотя за последние 17 лет, конечно, абсолютно ничему не удивляться не приходится, и моим друзьям тоже не приходится ничему удивляться, потому что за эти 17 лет меня много раз сажали, расстреливали, я не знаю, что только со мной и делали. Стоило мне не показаться буквально две недели, как говорится, на телевидении или в какой-то передаче, и автоматически в адрес меня начинали, как говорится, сочинять разного рода басни. Сегодня я хочу сказать такую вещь. Я знаю, что журналисты сами по себе, журналистская деятельность, она очень полезна. Но есть в категории, в среде журналистов такие люди, которые не имеют ни совести, ни чести, абсолютно ничего человеческого. По сути своей, эти люди, они пишут любую гадость, абсолютно не думая ни о чем. Могут написать все, что угодно, а потом, как говорится, даже не дать опровержения этому. Я хочу сказать, что журналистов, которые в адрес меня вот эту гадость написали, я буду искать, я буду с вами судиться, я вас буду наказывать, как говорится, по совести, по чести. И я думаю, что вы получите по заслугам. Потому что я никогда не был предателем, никогда в своей жизни, ни за какие блага этого мира, конечно, никогда в жизни я не повернулся бы, как говорится, спиной ни к Рамзану Ахматовичу Кадырову, ни к пути Ахматаджи Кадырова. Я как был, так и остаюсь членом команды Кадырова. Никто меня с работы не увольнял, никто меня никуда не сажал. Поэтому я хочу сказать, для тех, кто за меня реально болеет душой, я хочу им сказать, что у меня все нормально, все хорошо. Ребята, я вам уже говорил, как говорится, я вас приглашаю в гости, приезжайте, я вас жду всех. А тех, кто хочет, чтобы у меня что-то было плохо, тем говорю, извините, не получилось так, как вы этого хотели. Поэтому я завершить могу эту передачу только словами Ахмат Сила, Аллаху Акбар. То есть, если кто-то даже хочет с этим не согласиться, пусть придет и попробует сделать это передо мной. А я вам объясню, что такое Ахмат и почему это Сила. Я вам скажу еще раз повторяюсь, Ахмат Сила, Аллаху Акбар. Конечно, он скажет все то, что нужно для того, чтобы опровергнуть Рамзану нельзя, чтобы его власть пошатнулась. А если сейчас раскрывается заговор и идут чистки, то понятно, что в Чечне люди некоторые, тейпы, недовольны Рамзаном Кадыровым. А это уже значит кресло, то есть трон зашатался, ножки подпилены. Именно этого нельзя допустить. Власть должна быть в одних руках, а не в нескольких. Поэтому Рамзан Кадыров все в своих руках держит. Но если откровенно идет где-то недовольство, то, конечно, начинаются зачистки. Те, которые Рамзан начал проводить. И в ответ наступило якобы отравление Рамзана Кадырова. Рамзан Кадыров выжил. Но мы не знаем, выжил ли. Мы просто видим, что там где-то он присутствует. На самом деле, как все происходило. С конца сентября по середину октября Рамзана Кадырова нигде не было. Более двух недель. Точнее, три недели. Где он был в это время? Рамзан Кадыров лечился. Да, он сейчас где-то якобы появился. Но три недели его не было нигде видно. А в это время слухи о заговоре, о конспирологической обстановке вокруг Рамзана Кадырова множились и обрастали разными другими слухами. Теперь, конечно, можно каких-то журналистов винить, кому-то угрожать, как вот этот человек в белых носках угрожает явно журналистам, что он до них доберется. Но какой смысл, друзья? Нужно угрожать тем, кто эти слухи порождает, а не журналистам. Журналисты это рупор, а не мозговая голова, которая дает эти слухи. Ищите тех, кто эти слухи плодит на самом деле. А что же на журналистов-то вы все сваливаете? Это стрелочники, понятно, но это не та голова, которая порождает эти самые слухи. Поэтому, конечно, угроза, я так понимаю, для тех журналистов, которые распространили эти слухи, идет сверху. То есть от правительства Рамзана Кадырова. Они хотят пресечь эти слухи. И в данном случае появление Рамзана Кадырова на публике официально, оно, конечно, может что-то опровергнуть. Но три недели. За три недели Рамзан ведь отчитаться не может. Где он был? Болел. Болел чем? Три недели? Простудой. Ну, простудой болеют не более трех дней, друзья. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан.